Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами поговорим о ситуации, с которой часто сталкиваются начинающие винограды. А именно, когда молодые в кустике винограда плохо выходят из зимы. Молодые – это, как правило, лозы прошлого года посадки. Неважно, весна либо осень. Вот у нас настает следующая весна. Мы снимаем укрытие, либо, может быть, мы даже особо и не укрывали. Но считаем, что зима была мягкой, все должно было быть хорошо. И видим, что наши кустики вроде как неживые. По крайней мере, они не просыпаются. Причем, если, допустим, все не просыпаются, еще можно подумать, что, ну, наверное, они все еще спят. А бывает так, что кто-то уже проснулся, другой кустик не проснулся. И кажется, что он погиб, что-то с ним случилось. Вот сейчас как раз у нас время. Мы открываем свои кусты прошлого года посадки. Я вам на многих примерах покажу, что вот сейчас происходит. Как по-разному все может себя вести. И что делать в случае, вот если вам кажется, что кустик не проснулся. Есть ли вообще какая-то надежда на то, что он живой и будет расти. Но прежде чем мы перейдем к конкретным примерам и действиям, давайте с вами поговорим о том, а почему вообще такое может случиться. Почему кто-то там пережил зиму, либо не пережил. Начал уже распускать почечки, либо не начал распускать. Так вот, на то, как весной проснется молодой саженец, влияет на самом деле множество факторов. Первый фактор – это сорт. Есть сорта, которые просыпаются рано. Есть сорта, которые просыпаются чуть ли не самыми последними. И для них это абсолютно нормально. Притом, даже бывает, что сорта с ранним сроком созревания могут все равно просыпаться позже. И наоборот. То есть, есть определенная сортовая особенность. Второе. На то, как кустик пережил зиму, и на то, как он проснется, влияет, как он рос в прошлом году, и в каком состоянии он ушел на зиму. Если у вас плохо вызревала лоза, если кустик болел, то, конечно, есть вероятность, что он погиб. Такая вероятность действительно есть. Но он может просто быть ослабленным, и ему понадобится больше времени для того, чтобы пробудить эти почечки. Где-то основная почка могла подмерзнуть, повредиться чем-то. И ему просто надо больше времени. Вот и все. Потому что он был ослабленный. А тот кустик, который был крепкий, хороший, с хорошо вызревшей лозой, не болел, был холен и лилием, то, конечно, он проснется раньше. По сравнению. Но, опять же, это если мы говорим о двух одинаковых сортов. О двух кустиках одного сорта. Если они разные, то помним, что сортовая особенность, она тоже очень сильно влияет. Третий фактор – это погода. Конечно же, весна. Если она поздняя, если она затяжная, то логично, что кустики будут просыпаться позже. Тем более, у вас один может сидеть больше в тенечке, а другой где-то на солнышке, в пристеночке. И поэтому они тоже могут по-разному просыпаться. И сейчас уже мы пойдем с вами смотреть конкретные примеры. Как на участке, так и в горшочках. Я вам покажу разные ситуации и покажу, насколько по-разному могут просыпаться наши молодые саженцы. И, пожалуй, начнем мы с примеров в горшочках. Это все саженцы прошлого года. Они у меня хранились в подвале. Как мне казалось, были слабенькие. Поэтому вот сейчас весной, а недели три назад они были высажены в горшочки. И вот обратите внимание, как по-разному они просыпаются. Вот кто-то уже выпустил вот такой большой, хороший побег. А вот смотрите, саженец, который вот только-только начал выпускать почечки. Причем, смотрите, прошлогодний прирост, вот бирочка нам закрывает, да, вот он. Маленький был, тоненький, он плохо вызрел. Вы видите, что почечка пошла, вот она жива и даже не одна. Вот там тоже, смотрите, только-только начал просыпаться саженец. А за ним, вот он уже какой, уже хороших две почки проснулась. Причем, посмотрите, довольно-таки крепких, и они разовьются в хорошие крепкие побеги. Вот еще пример, видите? Вот он, прошлогодний прирост, саженец был слабенький, однако пошла. Одна бочка, вот она какая уже, какой хороший побег. Ну и вторая. А вот еще один пример, который я очень хочу вам показать. Значит, это мой саженец, который я высаживала для себя в прошлом сезоне. Но так получилось, что основной побег, вот этот вот у него погиб, как-то плохо он развивался, и я уже не помню. То ли он обломался, то ли там корни подгнимали. И пошел побежек из замечающей почки. Вот обратите внимание, вот это, собственно говоря, весь прирост был за сезон, ну сколько тут, сантиметров 25. И, конечно, осенью вызревало тут тоже все плохо, я решила, что, ну, вряд ли он зиму переживет. На всякий случай выкопаем, поставим в горшочек, ну, пусть постоит. А вдруг? И вот смотрите, опять же, как нам убедиться, живой или неживой? Вот у нас есть прирост, и мы его можем резать. Вот мы его будем резать, резать, и на самом деле дорежемся почти до конца. Ну, вот смотрите, вот на этом уровне, видите, он зелененький. То есть, если вас очень сильно беспокоит живой саженец или нет, вы вот этот прирост можете резать до зеленого. Только режьте маленькими кусочками. Потому что, видите, вроде бы здесь, да, вот почка, она мертвая, а лозонька живая. Но в итоге он решил пойти вот с каких почек, с еще каких-то замещающих. И посмотрите, здесь раз, два, три, четыре. И вот еще пятая. Ну, пятая, наверное, может, не будет жить. А может, и будет, видите? То есть, он абсолютно живой. Просто что, вот он попал в хорошие условия, и у него эти почечки начали пробуждаться. Они могли еще спать. И вы, если очень сильно волнуетесь, вот, аккуратненько, по чуть-чуть, по полсантиметрика подрезайте. Если зеленое увидели, значит, все у вас хорошо. Все живое будет расти. Причем, вот еще пример, да? Почечка пошла расти. А вот он, прошлогодний приростик, он вот такой вот. Вот я его так обрезала. До этого момента он был высохший. А видите, дальше растет все хорошо. И даже если этот прирост не жизнеспособен, вот как здесь. Ну, я уже не буду дальше резать, но как-то тут ни о чем, да? Посмотрите, вот это черенок, грубо говоря, прошлого года. И мы видим, откуда у нас почечка пошла. То есть, скажем так, с места почки прошлого года. А он оказался живой. И сейчас выпустит хороший крепкий побег. Поэтому не стоит делать поспешные выводы и отчаиваться. Особенно, если вы высаживаете саженцы так, чтобы хотя бы там немножко почек, да, или молодого прироста оказалось под землей. Я всегда рекомендую высаживать виноград именно таким образом. Тогда у вас будет уверенность, что под землей какой-то запас почек сохранен. Сейчас покажу еще один очень интересный и показательный пример уже на тех саженцах, которые мы пустили на прививки. Смотрите, это саженец вообще привитой, но на нем очень хорошо видно, что вот в районе корней где-то нижняя почечка какая-то очень-очень спящая пошла в рост. Вот. Видите? И таких случаев вот на прививках мы это очень хорошо видим, когда бывает отсюда и два, и три побежика идут. То есть, если даже у вас вот что-то сверху, например, не проснулось, повторюсь, я просто как пример показываю на привитом саженце, то есть шанс, конечно, из корней виноград расти не будет. Вот. Но если здесь есть хоть малейшая какая-то почечка спящая, то вполне вероятно, что она может пойти в рост. Вот еще один пример, тоже привитый, даже раскручивать не буду, видно, что пробивается зеленый росток. При этом мы ведь при прививках вот эти самые нижние почки все удаляли, все вырезали. Тем не менее, какая у растений жизненная сила, что все равно где-то из спящих что-то пробивается. Ну, видите, они у нас во влажных опилочках, то есть создаются комфортные условия для роста вот этих самых почек. Плюс, ну, как бы сверху пока что ничего нет еще, тут прививочка только-только была сделана, а вот оно уже пошло расти. Поэтому главное набраться терпения и создать внизу, где у нас возможны вот эти самые спящие почки, комфортные условия. Ну, а теперь переходим к примерчикам на улице. Напомню то, что я вам показывала в доме. Если очень сомневаетесь и вам вот прям так очень-очень хочется проверить, живо все либо нет, по чуть-чуть можно подрезать лозу. Да, только помню, по чуть-чуть. Если вы видели в середке зеленое, все у вас в порядке и ни о чем можно не волноваться. И смотрите, вот только открыли, у нас были молодые саженцы в земле закупаны. Видите, он сейчас сидит в ямке. То есть мы немножко земли вокруг убрали для того, чтобы вот тут вокруг лучше прогревалась холодная весна, затяжная весна. Только-только становится тепло, все еще спит, поэтому мы таким образом пускаем больше тепла. И даем лучший прогрев. При этом вот то, что я вам показывала, что где-то снизу может пойти почечка. Пока она там в земле прогреется, пока она проснется, пока она выйдет наверх, может пройти очень много времени. Пару лет назад я показывала пример, когда у меня такой саженец проснулся. Я даже сейчас боюсь соврать, наверное, была конец июня, начало июля. То есть очень поздно. Но тем не менее, вот где-то была внизу почечка живая. Она пробилась, еще успела неплохо вырасти, вызреть. И вот в прошлом сезоне мы уже даже видели там урожай. Да, действительно, бывает и так. Поэтому мы не отчаиваемся. Обкапываем, чтобы пустить тепло. И если есть возможность и желание, ну это будет так очень хорошо, сверху чем-нибудь накрываем. Спонбондом, например, да? Либо пластиковой пятилитровой бутылкой. То есть чем-нибудь, что создаст тепличные условия и позволит вот этой почечке спящей проснуться раньше. Поэтому не спешите с выводами, не отчаивайтесь. Шансов на то, что ваши растения живые и в скорости пойдут в рост достаточно много. Поэтому попробуйте им создать максимально комфортные для них условия и немножко наберитесь терпения. Вместе с тем желаю, чтобы все у вас хорошо просыпалось, хорошо росло. На этом с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов и награды и мои контакты. И до новых встреч!